Ну что, ребят, добро пожаловать в рождественский Стокгольм. Я начинаю свою серию рождественских выпусков. И сегодня хочу начать с того, что мы с вами пойдем посмотрим, какие цены на продукты. Перед Рождеством здесь предлагают, какие цены на сувениры, на украшения, на какие-то рождественские товары вы сможете найти в Швеции. Добро пожаловать ко мне на канал и в Стокгольм. Привет, ребят, привет всем поближе. У нас перед Рождеством, вот когда я начинаю снимать серию рождественских выпусков своих, снега нет. И, конечно, атмосфера немножечко не та, но я очень надеюсь, что все-таки у меня будут влоги и выпуски рождественские с присутствием снега. И сегодняшнее видео мы с вами начинаем с того, что будем знакомиться, какие цены на продукты, на товары, на сувениры перед Рождеством мы сможем купить. Но по пути, я сейчас в Стокгольме на Уденплане, но по пути мы с вами заглянем в одно местечко, в два даже, потому что они находятся как раз по ходу нашего движения. Меня сын попросил купить печенье. Я ему сказала, что еду в Стокгольм, попросил купить печенье, которое любила Астрид Лингрен. И еще мы будем проходить мимо как раз квартиры, где жила, 60 лет жила писательница Астрид Лингрен, и я покажу вам эту квартиру. Так что давайте сначала мы купим печенье, зайдем в квартиру... Нет, в квартиру мы не зайдем, пройдем мимо квартиры Астрид Лингрен и пойдем в магазин, в котором будет много света и Рождества. КОНЕЦ Так, мы уже почти пришли. Кофейня маленькая, уютная, в которую ходила пешком Астрид-Лингрен. Она здесь жила совсем неподалеку. Я вам примерно покажу этот маршрут. И печенье, которое она обожала, которое она любила покупать, сейчас тоже я куплю. Надеюсь, кофейня открыта. Вроде как свет горит. Мы уже почти пришли. И сейчас зайдем. Кофейня открыта. Называется Лиса Лотте. Домашняя выпечка. И мы сейчас туда с вами заглянем и купим ее любимое печенье. Так, сейчас того печенья, которое я любила и покупала часто Астрид-Лингрен, нет. Но есть еще одно. И мне сказали, что она покупала два вида. Один вид закончился, а второй вот этот с ванилью. Буду пробовать этот. Я, кстати, об этом не знала. Вот мне подсказали тут. Так что класс теперь. И вы будете знать, что она покупала два вида печенья. А вот эти булочки, Люси как называется, их едят 13 декабря, когда в Швеции празднуют День Святой Люсии. Здесь они выглядят очень аппетитно. Хотя я их не люблю. Мне сильно обдает шафран. И мне не очень нравится вкус. Спасибо. День Святой Люси. И пока мы с вами подходим к квартире Астрид Лингрен, но уже совсем рядом мы тут находимся, я вам хочу рассказать еще об одной традиции такой в Швеции. Каждый год в Швеции уже много лет, по-моему 35, если я не ошибаюсь, 35 лет уже выбирают рождественский подарок года. Вот в этом году, вот недавно как раз согласили, что же будет рождественским подарком года, и это будет в этом году настольная игра, потому что любая просто настольная игра, потому что в такое тяжелое время, когда во всем мире очень много войн, очень много конфликтов, какого-то такого раздражения, то вот эта игра, цель этого подарка сблизить людей, чтобы они почувствовали семью, защиту, дом, домашний уют. Поэтому вот в этом году подарок такой. А, например, то, что было в прошлом году, позапрошлом, я вам здесь прикреплю список последних подарков года за последние 20 лет. И вы посмотрите, какими были подарки года, это довольно интересно. Вот как ориентир здесь на углу, на углу улицы Дала-Гаттон и Уден-Гаттон, здесь находится вот такой вот магазин цветов, цветочный магазин. Напротив расположен парк, парк Астрид Лингрен, терраса ее, и мы почти у цели. Сейчас я вам попробую показать. Пойдем со мной, как раз дойдем и посмотрим на ее комнату. В этом доме Астрид Лингрен жила с 1941 по год, когда она умерла, 2002, то есть более 60 лет. Эта квартира была ее домом. Вот этот дом и ее квартира находится, Дала-Гаттон, 46, вот номер, и ее квартира находится вот здесь. Извините, что пальцем красным замерзшим, но, в общем, вот здесь вот она жила, вот эти ее окна. Я вам здесь картинки прикреплю, как выглядела ее квартира. Я еще не была на экскурсии в квартире, но очень хочется. Вот, поэтому здесь вот так жила Астрид Лингрен, вот с таким вот видом она жила почти 60 лет. Вот там парк и терраса, потому что на террасе она часто любила сидеть. Терраса находится вот тут, вот прямо рядышком. Любила сидеть и наблюдать за играющими детьми или просто посидеть, погулять в этом парке. Тут же на доме, на двери вы увидите такую табличку Астрид Лингрен с Хэм, Дала-Гаттон, 46, это улица Дала-Гаттон, и здесь находится ее дом. Это не официальный музей Астрид Лингрен, просто семья оставила здесь все как есть, и сюда можно прийти на экскурсию, но это не музей, он не открыт к посещению постоянно. Вот как семья захочет, какие даты назначить, так вот сюда можно прийти и забронировать. Перед этим нужно будет экскурсию на шведском языке. Ну а мы с вами, ребята, отправляемся дальше, и сейчас я вам хочу показать магазин света, магазин лампочек, освещения, и там же мы посмотрим, какие цены на рождественские подсвечники, на рождественские какие-то лампы, может быть, будут интересны. В общем, это один из таких самых известных магазинов здесь, в этом районе. Продолжение следует... И вот прямо как раз наш магазин Нормальмс Электриска, и он находится вот на таком перекрестке, на оживленном достаточно перекрестке, вам как ориентир. Но вы только посмотрите на эту всю красоту. Сейчас мы зайдем и будем узнавать, что тут по ценам. Звезды роскошные, вот эти пушистые, они мне очень нравятся. А это вторая витрина, посмотрите, какая красота. Тут можно стоять и просто залипать, как маленький ребенок. Очень красиво. Очень красиво. Ну все, мы внутри. Тут просто невероятная красота и ощущение праздника на все 100%. Кроме того, что здесь вы можете выбрать какие-то плафоны, светильники, люстры для себя. Ну и, конечно, уже мы сегодня акцентируем внимание на вот такую вот рождественскую красоту. Смотрим цены. Продолжение следует... 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 Уйдем с вами в один из крупнейших супермаркетов сети ИКО, ИКО Макси, и сейчас буду вам показывать, что мы можем найти с вами в шведском магазине перед Рождеством, какие-то особенные товары, обычные товары для шведов, в общем, пойдем смотреть, что продают к Рождеству в шведском супермаркете. Но перед тем, как зайти в супермаркет, я хочу зайти забрать свою посылку, вот здесь же в Швеции нет таких прям крупных почтовых отделений, целых зданий, а здесь есть вот такие вот отделения маленькие при каждом магазине, и вот здесь уже так все украшено, вот табличка постнорд, вот нам туда. Сейчас все магазины заполонят вот эти цветы, Рождественник, да, он называется, Рождественская звезда, вот тут в Швеции, сейчас на него скидка есть, и он стоит 69,90 крон, я вам тут напишу актуальный курс, потому что когда вы будете смотреть это видео, я не знаю, курс может меняться, поэтому вот в начале видео пишу вам курс, а вы уже смотрите самостоятельно и переводите на ваши деньги. Итак, сразу же мы попадаем, конечно же, в сладкий рай, дальше не менее красиво, вот так вдалеке все рождественские товары, ну и сезонные товары обычно, конечно же, находятся при входе. Смотрим адвент календари, адвент календари вот от Буэно, цены вы видите, курс я вам буду дублировать по ходу видео несколько раз, я думаю, это не особо удивит кого-то такие вот адвент календари, мне кажется, они есть везде, вот состав такие шоколадные конфеты, они мне очень нравятся, поэтому как подарок какой-то для детей может быть даже и хорошо. Шведский шоколад Марабу, я, по-моему, в прошлом году не видела этого адвент календаря, сейчас он стоит 115 крон, и шоколад Таблерон, который я очень люблю, 149 крон, предлагают вот такой адвент календарь, тоже классный подарок. Здесь черный, белый шоколад и молочный, просто в миксе с орехами, без орехов, с разными вкусами. Так, дальше сильно детально не буду показывать, вот сами смотрите, цены, 199 крон, 125 крон, вот такой вот появился в этом году, веганский адвент календарь, вот такой вот он, не знаю, что здесь может быть веганского, Ну, сладости на любителя, это темный шоколад от Линд, здесь другие фирмы, вот Мерси, Киткат, такой вот календарь, цены 115 крон, 149, 249, в зависимости от грамм упаковки в коробке. Так, посмотреть решила, что находится в Киткат, вот такие вот конфеты в виде разных рождественских персонажей, прикольно. Дальше у Линд есть несколько вариантов, там разное количество грамм, поэтому и цены разные, вот 265 крон, 125 крон, раньше было удобнее считать, потому что это примерно было 26 евро, 110 евро, то есть убирали ноль и получалась цена в евро, сейчас курс немного изменился, поэтому нужно будет смотреть курс. Продолжаем смотреть рождественские товары и вот показываю вам печенье, это печенье с шафраном, Швеция, мне кажется, повернуто по вот добавке в виде шафрана, есть у них шафрановые булочки, вот это шафрановое печенье, как по мне, ну это не на мой вкус, но попробовать однозначно стоит. Пишут новинка, но в прошлом году такая же тоже была коробка, хороший маркетинговый ход, цена 34,95 крон. Тут огромный стеллаж с напитком типа Кока-Колы, Макс, Пепси Макс, но в канун Рождества и перед праздниками шведы будут закупать вот этот рождественский напиток, Юль Муст, тут пишут он без сахара, есть с сахаром, в общем, это аптечный изначально был напиток, потом рецепт хранили очень долго в тайне, мне кажется, даже сейчас тоже его сохраняют в тайне, чтобы радовать Швеции вот таким вот своим национальным продуктом. Дальше смотрим тоже национальный рождественский напиток в Швеции, Глёгги, который называется, это напиток, который очень похож на Глинтвейн, и здесь он есть тоже в разных вариантах, но вот это все, это напитки безалкогольные или очень-очень слабо алкогольные, потому что крепкий алкоголь, вы помните, мы покупаем в специальных магазинах, цены 30 крон, 29 крон, 26, и сразу же подаются к этому напитку вот такие вот миксы, так он и называется, Глёг Микс, и вот эту добавку в виде орешков изюма подают к Глёгу, и это очень вкусно. И вот просто очищенный миндаль, кто не любит изюм. Чтобы упростить работу, уже продается готовое тесто, если есть у вас традиция печь имбирные пряники с детьми, и вы не хотите заморачиваться, можно купить вот такое готовое тесто, 29,95 крон оно стоит, ну и разные присыпки к вашей рождественской выпечке. Обязательный атрибут ещё в Швеции, вот такие вот пряничные домики, конечно же здесь пеппи длинный чулок изображена, стоит 65 крон, 95. Эти домики очень здорово собирать всей семьёй, это такая тоже в Швеции есть традиция, все собираются и изобретают свой домик. Дальше, вот в этом году, не видела в прошлом году, маленькие домики, которые можно тоже самому собирать, ну или просто кушать в виде печенья. Пройдём с вами немного по отделу с украшением и декором, вот такие вот лампы для вашего сада или огорода можно купить, вот этот традиционный шведский рождественский снежный фонарик, здесь он сделан, понятно, что из пластика, но у меня на канале есть видео, как самому сделать такой рождественский фонарик, и это очень забавно вместе проделывать с вашими детьми, если у вас снег есть, конечно же. Рождественские подсвечники, цены 99 крон, 299 крон, 149 цена вот сейчас со скидкой, но я в одном из своих видео показывала, что на барахолках можно перед Рождеством найти абсолютно за копейки вот такой вот рождественский подсвечник или рождественскую звезду, которые обожают шведы, здесь цены вот 129 крон, она может висеть, она может стоять на подоконнике, в общем, это очень классный подарок, если вы хотите что-то привезти из Скандинавии, но попробуйте найти на барахолке. Субтитры сделал DimaTorzok Но рождественскими гномами, которые в Швеции зовутся том, ты никого не удивишь, цены 199 крон, 149 крон, те, которые большие, огромные, будут стоить дороже, но этого добра тоже хватает на барахолках, 399 крон, вот 400 крон, этот огромный гном, но на барахолке можно найти даже в хорошем состоянии, поэтому переплачивать, наверное, не стоит. Вот тут вдалеке виднеются еще и виднеются остатки продукции с Хэллоуин, а здесь уже у нас Рождество вовсю, такая в этом году новая досточка в виде хрюшки. Интересная цена, цена 99 крон. Ну все, подбираемся теперь к самым вкусным рядам, и здесь снова тесто, уже готовое тесто для выпечки, 2 за 55 крон, или 1 за 29,95 крон, вот такой вот кусок теста. Проходим сыры из интересного, адвент календарь сырный стоит 199 крон, в прошлом году я тоже показывала, он был немного другой, в этом году вот такой, мне кажется, ценителем сыра будет отличный подарок, открыть, посмотреть, навряд ли получится, но сейчас посмотрим, вот тут в описании есть, какие сыры предлагают, так что имейте в виду, вот такой вот может быть подарок. Подходим к холодильнику, где разные будут и салями, и колбаса, и калькун, это индюшачье мясо, индюшина мяса, и вот здесь вы будете видеть Юль Хэнка, это рождественская шинка, просто переклеивают с обычной наклейкой на рождественскую, продают, вот тоже такой маркетинговый ход. В Швеции ни один рождественский стол не обходится без шинки, вот таким куском, это мини 79,95 крон, 33% сейчас скидки, то же самое, клеят наклейку Юль Хэнка, и продают, кому большого куска много, вот такой вот маленький. Я, если честно, не люблю это, но показываю вам, что есть. Часто перед Рождеством можно видеть орехи, как уже почищенные, так и вот такие вот грецкие орехи, 99,95 за килограмм, они вот тут маркированные, и это у нас сушеный инжир, цена 29,95 крон. Вот он снова Юль Муст, уже больше упаковка, стоит 14,95 крон, и в этом году я заметила, появился вот такой вот Юль Муст без сахара, со вкусом апельсина, не знаю, что там будет, но посмотрим. Красный обычный, оранжевый со вкусом апельсина, и вот такой вот белый, это Юль Муст без сахара. К Рождеству, конечно же, вы можете найти огромное количество сладостей, я стараюсь себя ограничивать, поэтому не особо сейчас интересуюсь, но вам покажу вот такой вот шоколад Марабу со вкусом имбирного печенья. И Марабу сейчас стоит 23,95 кроны, но в акцию можно найти дешевле. Так, ребят, я, конечно, кое-что все-таки взяла себе, взяла вот этот вкуснейший сыр, покажу вам сейчас, если вдруг встретите, вот он просто, от души рекомендую, очень вкусный. Ну и вообще, Костелло, люблю сыры, взяла разных, и Физалис тоже любим сыном, вот. Мы с вами продолжаем изучать, что в Швеции принято покупать к Рождеству, и движемся дальше, если что-то еще в магазине увижу, то дальше в этом видео вы увидите все, что не показалось здесь. Но здесь все, мы закончили, выходим и идем дальше. А сейчас одно из любимых. Зайдем с вами в Ольянс и посмотрим цены на адвент календари. Что тут предлагают? Кстати, моя личная рекомендация, покупайте адвент календари либо 11 ноября, когда будут скидки, либо на Черную Пятницу, либо после 1 декабря, когда хорошо упадет на них цена. Первый адвент календарь, который я вам покажу, это будет Lancome, и скорее всего я буду его открывать в этом году, я еще до конца не решила, но очень вероятно, что я куплю именно его. Цена адвент календаря 2175 крон, но содержимое, вот вы пока рассматриваете, я расскажу, содержимое адвент календаря на 6964 кроны. Посмотрите, что тут есть. Я обожаю этот адвент календарь 2 года подряд, не подряд, точнее, через год я его покупала, пользовалась всеми средствами. Тут есть и полноразмерная тушь, и полноразмерный крем, и маленькие миниатюрки ароматов, поэтому мне он очень нравится. Цена-качество, соотношение супер, поэтому я вот стою перед выбором в этом году, все еще думаю. Теперь покажу вам адвент календарь Клиник. Я, кстати, размышляла тоже, взять его или нет, но пока что склоняюсь больше к Lancome. Цена его 1830 крон, содержимое на сумму 4339 крон. Вот здесь содержимое календаря, ну, все на любителя. Все на любителя, но цена после скидки может быть существенно ниже, а после 1 декабря даже в половину ниже. Кроме адвент календарей, сейчас, конечно же, можно найти разные подарочные наборы. Вот здесь, например, Lancome сет из пяти миниатюрок стоит 550 крон, и вот такой вот набор стоит 965 крон, уже заговариваюсь. Вот, это тоже может быть таким классным подарком. Сет из пяти миниатюр, вот он, не туда я вам показала, это одно и то же, вот он сет. Ну, и разные другие, вот 1115 крон, уже там полноразмерные, идут ароматы, крем, и вот такой еще набор, который может стоить 795 крон. Дальше посмотрим адвент календарь от Kiehl's. У меня он тоже был один год, мне он понравился, я им довольна. Стоит он 1260, и содержимое на 2919 крон. Вот, что в этом адвент календаре. И он тоже, собственно, такой прям хороший. Если у вас не супер много денег, то вот его рекомендую, вот так вот он будет выглядеть, вот такие окошки, которые вы сможете открывать. Если вам нравится что-нибудь на порядок выше в ценовой политике, Джо Малон. Вот, могу показать вам адвент календарь такой, печенюха. Это содержимое календаря. Если вы не устаете, вам нравятся эти запахи, то вот, что в этом календаре есть. Ароматы, крем, свечи, вот в этой груши, не знаю пока что. И сам календарь выглядит вот так, очень красивая упаковка. Цена его 4845 крон. Красивая коробка, красивая упаковка, и вы можете потом вот использовать даже ее для чего-то, для хранения своих украшений. У Джо Малон также можно купить вот такие вот подарочные, в подарочных упаковках тоже миниатюры какие-то, ароматы. Если вам это нравится, если вы хорошо знаете их ароматы, то тоже вот такие вот варианты могут быть. Кларанс. Тоже рекомендую эту фирму, косметику этой компании. Я пользовалась. Мне она очень нравится. Она классная, гипоаллергенная, не вызывает каких-то раздражений, но в любом случае у каждого своя кожа. По опыту говорю, что я пользовалась несколькими продуктами, очень нравится. Здесь можно купить вот такие вот наборы и адвент-календарь. От Кларанс стоит 1515 крон. Содержимое вот здесь, давайте рассмотрим. И стоимость вот этих всех средств 3302 кроны. Тоже хороший может быть подарок. И крем тут, смотрю, есть. И средства для снятия макияжа. Тушь. Даже тушь, кстати, не знаю. Скраб есть. В общем, крем для тела. Ну, хорошее тоже наполнение. Ритуалс. Вот такая вот коробка. Сам адвент-календарь. В такой подарочной упаковке стоит 899 крон. Вот здесь вы видите содержимое и стоимость 1639 крон. Мне, честно говоря, не очень нравится продукция этой компании. Но это тоже личный мой вкус. Пробовала шампунь, пробовала гель для душа. Как-то, ну, вот, не так, что прям эффект вау. Но сам календарь выглядит очень даже красиво и прям так волшебно-сказочно. Вот так вот коробочку будете вытаскивать и доставать. и доставать все ваши средства. Выглядит классно, сказочно. Кстати, 2024 год это будет год дракона и это будет высокосный год. Магазин H&M Home в самом центре Стокгольма. И давайте посмотрим, что предлагают они в этом году. И вот, смотрите, столько. Много красного, белого, золотого. Это очень красиво смотрится. Вот такие вот серебряные шары. Такая вот сервировка. И сейчас пройдем немного по ценам, посмотрим. Вот такие четыре подставки стоят 99 крон. две вот такие ложки. Тоже 99 крон. Шар. Вот такой самый обычный, классический, стоит евро. Вот видите, 5,99 евро. Тут в евро буду сразу говорить, чтобы легче было ориентироваться вам. И вот такой вот еще. Вот такой шар. И он стоит 9,90 евро. 10 евро вот этот. Мне издалека показалось, что это какие-то стеклянные елочки. На самом деле везде вот написано, что она настоящая. Сделана из воска. Ну вот видите, тут не очень аккуратно сделана и видно. Но издалека смотрится, как будто она не из воска. Она будет гореть, как обычная елочка. Цена 69,90 крон. Игрушки. 9,99. Там, где будут в евро цены, я буду озвучивать в евро. Если будет в кронах, то курс буду писать вам, чтобы вы ориентировались. Ориентировались. 7,90 евро. Такой веночек звенит. Классический новогодний аромат. У меня, кстати, дома вот такой вот ароматизатор стоит. Очень-очень вкусно пахнет. И вот есть такие свечи. Маленькая свеча. 4,99 евро. Вот эта огромная. Но я не знаю, сколько ее придется полить. Эта огромная стоит 15,99 евро. Но аромат очень новогодний. И вот еще такие же елочки, только в белом цвете. Елочки-свечи. В H&M из года в год, ну вот я уже так прям активно хожу третий год, из года в год все одни и те же игрушки. В этом году появились вот такие. Что-то необычное. Но в основном все то же самое. 4,99 евро. Вот такой шар. Он не разобьется. Поэтому для детей хорошо, удобно. И разные цвета вот этих шаров тут есть. Из новенького. Белый медведь с малышом. В прошлом году таких не было. Я прям выучила уже ассортимент 5,99 евро. Еще вот такой олененок. Тоже 5,99 евро. Стеклянный. Здесь вот это металлические такие пластинки. И вот такие вот бокальчики. Из нового тоже подозреваю. Такая же будет цена. А нет, 9,99 евро. Один бокал такой. Еще немного рождественского декора. Вот такие вот интересные вазы. Куда можно поставить елочку. Классно смотрится. Ой, сейчас посмотрим. Цена. 35 евро. Вам тут не особо видно. Тяжеленькая. 35 евро. Дальше вот такие вот игрушки. Это бумажные. Бумажные. Такие вот воздушные шары. Цена 12,99 евро. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok